Было много вопросов. Понятное дело, есть три пункта, с которыми спорить мы не будем. Мы, конечно же, исправим в будущем, так сказать, наше представление, презентация и так далее. Так что с современными соками не может справиться проектор и свет. Это, наверное, первая проблема. Мы ее будем исправлять. Второе. У каждого доклада были какие-то идеи, были завораживающие, будущее. В общем, к ним, наверное, надо прислушиваться. И было что-то общее. При этом вендоры говорят о соках n-ого поколения. Аутсорсинговые компании говорят о том, что можно прямо сегодня, сейчас, здесь, буквально через полгода начать о каких-то базовых вещах. И, соответственно, несколько представителей от заказчиков говорили о том, как они сегодня строят соки. В основном о том, на каком процессе они сегодня. Вот. Это те вещи, с которыми можно не спорить. Но у нас были общие вопросы, которые касались всех. И они задавались скорее от того, что большинство заказчиков, ну и тех, кто остался здесь, хотя здесь уже очень мало осталось людей, ну и тех, кто остался в Телеграме. Все-таки соку у нас нет в России, у большинства клиентов. И на сегодняшний день многие задаются одними и теми же вопросами. Подводя несколько итогов, наверное, я буду говорить одно предложение. И если кто-то здесь, кто сидит, а, собственно, здесь сидит большинство, свет и так далее. Если кто-то не согласен, он говорит, не согласен. А если мы согласны, значит, мы единогласно принимаем. Итак. Количество людей, которое должно работать в соке. Удивительно, оно совпало у всех. Потому что была оценка 5 человек, была оценка 20 человек и была оценка 40 человек. Прошу прощения, 400. Но оно соответствует количеству сотрудников компании. 5 на 5 тысяч, 20 на 20 тысяч и 400. Можно погуглить, сколько сотрудников в Сбербанке. Более-менее 350 или что-то там такое. Подходит. Если мы не будем делить человека на три части и отделять еще руку от ноги, то один человек на тысячу. Это неплохо. Мы, значит, не такая организация, как Малайзийский банк. Или там был где-то пример, где один к ста. Соответственно, сегодня заказчик может смело решить, что сок это один на тысячу. Да? И никто не спорит. Кроме аутсорсинга. Если мы строим сок. Все-таки сок и размер компании – это не только про людей. Как-то бывают компании, особенно айтишные, которые категорически маленькие. Там может быть 300-400 человек. Но там может быть 2-3 тысячи серверов, куча информационных активов. И в этом месте как-то инцидентов будет много. Именно поэтому я, например, Касперский из этой оценки отставил. Потому что на 4,5 тысячи должно было быть всего 4 человека. Их там 14. И да, поэтому это была удивительная оценка, что все сказали, все, кто говорил про цифры, говорили один на тысячу. Достаточно удивительно. Второе – это время. Вы можете получить базовые сценарии аутсорсинговых компаний, которые предоставляют услуги сока. И это практически сразу, через полгода или еще как-то. Но если вы строите сок у себя, от трех лет какой-то первый этап, не знаю, что такое первый этап, и вперед до десятка лет. Туда на 2020, какой там был, пятый год. Причем это было тоже множественное мнение достаточно. И все согласны. Вот так вот. Все-таки я вот с этим не согласен. Я не вкладывал бы сок, что это какая-то структура, которая отвязана в воздухе живет. Все-таки сок – это структура, которая занимается операционной безопасностью. У вас операционная безопасность есть всегда. Ну, как есть всегда IT. Как только вы сделали IT, вам сразу нужна безопасность. Это может быть функция войны IT нам возложена. Но она есть по-любому. И сок – это инструмент, это инструмент оптимизации бизнеса. Это оптимизация затрат. Это не что иное, это не вау. Это просто оптимизация затрат. Вы вместо там по одному человеку в 15 регионах посадили 5 человек в одном месте. За счет того, что у вас есть каналы, у вас есть удаленный доступ, у вас есть инструменты мониторинга удаленного. Вот и все. Я к чему-то говорю. Пока у вас будет IT, у вас будет сок. И вы будете все время строить, улучшать. Потому что мы должны быть мочурить и модель повторяем, улучшаем и так далее. Я боюсь, что сейчас мы упадем просто в проблему определения термина сок, как и было у нас много лет подряд. Потому что при такой логике у нас у каждой компании есть сок. Конечно. В каждой. Вот. Давайте убежим от этого. А то это будет очень больно сейчас. Но только не каждая компания видит у себя инциденты. Нет, не убежим. Все. Продолжай. Скажу про время внедрения сок. Наверное, такую, опять-таки, простую истину. Сейчас все проекты внедрения, которые мы видим, это примерное изобретение велосипеда каждого для себя по своему индивидуальному пошиву и заказу. К сожалению, те практики, которые есть за рубежом, а там тема развивается, конечно, уже не 5-7 лет, а там сильно больше, они сюда не доходят. В общем-то, сейчас задача попробовать копнуть там тот фреймворк, тот подход, те методологии. Не забываем про НИСТ, про САНС, это великие институты, которые что-то так делают. И они делают, в общем-то, в теме сокстроения в том числе. И проблема внедрения ровно в том, что до этих знаний не могут дотянуться команды, к сожалению, тех интеграторов, которые себя видят в сокстроении. Все, что они делают, это внедрение платформы, написание документов по ГОСТ и ограничение некоторых работ в виде мы вам сделаем не более 10 правил корреляции, а потом на проекте инженер приходит и говорит, а какие вам правила корреляции сделать. В общем-то, нет вот этого возможности тем фреймворком, который используется, который существует, пользоваться здесь в России. Когда мы сможем преодолеть границы в понимании, как они там это делают, у нас сразу отпадет куча проблем. Ключевая проблема аналитика и экспертиза. Сейчас мы много про это говорим, ровно потому, что нам нужны эти индивидуальные пошивы и дизайн их. Мы еще не видели в Милане дома и не видели тех готовых изделий, которые, возможно, нам подойдут. Поэтому ровно как только будет преодолена граница, проблема и аналитики, и экспертиза тоже отпадет. Нужно будет просто фреймворк адаптировать на инфраструктуру, которая по большому счету, поверьте, у всех плюс-минус на 80% одинаковая. Спасибо. И поэтому я задам вопрос. Тут был один вопрос, я его не хотел задавать, но, наверное, задам. Он весьма провокационный. Почему Сбербанк использует технологии IBM, точнее, начал использовать активно технологии IBM еще с прошлого года, при том, что, собственно, ходит огромное количество слухов, что IT целиком уходит с IBM, убегает в сторону open source или маленьких компаний и так далее, прям чуть ли не за несколько лет? Вопрос провокационный, но я бы ответил так, что Сбербанк – международная компания, и не обладает, наверное, никакими предрассудками о том, на каких продуктах работать, американские, не американские. Сбербанк стремится работать на тех продуктах, которые будут выполнять то, что нужно Сбербанку. Назовите задачу, которая именно про IBM и не про кого другого. Какая задача в итоге сказала о том, что да, это может быть только IBM и никто другой, например, не HP или Сбербанк. Вопрос. Вопрос. Вопрос был задан мне. Я знаете, действительно, мне кажется, что здесь любой мой ответ на этот вопрос может быть воспринят неполиткорректно в отношении других вендоров. Потому что это такая область, над которой можно спорить до бесконечности. Давайте я не буду ничего конкретного отвечать. Я спросил, не подумав, я прошу прощения. Мне правда просто вдруг в голову возник вопрос и я решил его спросить. Итак, идем к выводам. Соответственно, согласны или не согласны. Очень часто звучала мысль, что не надо начинать с умопомрачительных технологий будущего. Начните с базы. И, соответственно, вот в этой базе только лишь были небольшие отклонения. Ну, к примеру, кто-то говорил про контекст, кто-то говорил asset management, кто-то говорил CMDB, кто-то говорил когнитивность. Но все это, на самом деле, крутится чуть ли не вокруг одних и тех же сущностей, терминов и так далее. Как одна из частей. Знать, с чем у меня что-то происходит в инфраструктуре. Соответственно, ну и параллельно компании, которые предлагают свои услуги, говорили о простых вещах, которые помогут и в том числе контекста asset management, и в том числе привитивного аудита в понимании текущей дела и инфраструктуры, и, соответственно, как с внешней стороны, так и с внутренней. Ну, это практически как план. Для тех, кто строит SOC, с чего можно начать. Вот у нас есть список. Можно пересмотреть три часа наших презентаций, понять, какие есть базовые сценарии, понять, применимы ли они для нас и, соответственно, идти вперед. Внешний или внутренний SOC? Вот. Интересный вопрос, на который тоже звучало несколько ответов. Наверное, ответ такой. Чем вы меньше, тем больше вы должны делать через аутсорсинговый SOC. Чем вы больше компания, тем больше вы должны делать сами и меньше просить у, соответственно, аутсорсинга. При этом и там, и там не должно быть абсолютного нуля. Если я правильно понял. Могут. На самом деле не могу не ответить на этот вопрос. Я за баланс. Есть задачи, которые нужно и надо поручать аутсорсеру. Есть задачи, которые должны оставаться внутри, в своем SOC. При этом SOC, как сущность, это всегда неотъемлемая часть компании. Надо понимать, что нет речи о SOC на аутсорсе. Есть речь о отдельных сервисах SOC на аутсорсе. Прекрасный тост. Самая главная проблема, у нас их две. У нас нет экспертов, хотя, наверное, это хорошо, значит, нам будут больше платить когда-нибудь. А второе в том, что никто не знает, сколько это стоит или не готов говорить. Миллион долларов, два миллиона долларов, больше. Все складывается к тому, что как будто сколько у заказчека денег, столько это ему и стоит. И это, наверное, очень было обидно. И, пожалуй… Сколько стоит ERP-система? Наверное, в зависимости от заказчика, от решаемых функций. Или не ERP, а сколько стоит ваше здоровье, к примеру? Это точно такой же вопрос. У каждого разная сумма денег, чтобы платить за свое здоровье, правильно? И каждая разная сумма денег инвестирует в свое здоровье в будущем. Ну, наверное, вот такой баланс. А с людьми мы пришли к какой-то точке, а вот с деньгами не пришли. Ну, то есть было бы неплохо, если бы мы сделали один человек на тысячу и потом бы сказали тысячу долларов на человека. Ну, неплохо, сразу понятно. Я столько молчал здесь, просто непривычное количество времени. Я немножко скажу. Мне кажется, здесь очень простая ситуация, конфликтная. Так как здесь много вендоров, то понятно, что вендоры готовы, в общем, забрать все деньги, которые смогут. Вот. С одной стороны. Я не такой. С другой стороны, обратите внимание, что мы здесь смогли собрать людей, которые, в принципе, говорят, что на самом деле не надо забирать все деньги, надо взять столько, сколько будет достаточно, чтобы эффективно построить эту систему, а нам, как вендорам, развивать, да, учитывая те возможности по развитию технологий, объему рынка, да, чтобы развивать те кирпичики, из которых сок строится и сами соки. Поэтому здесь вот то, что вы сейчас наблюдаете, то, что я наблюдаю, я вот чувствую глубокое удовлетворение от того, что, да, удалось вот собрать коллег здесь и с ними поговорить. Потому что если бы победила какая-то вот одна из этих точек зрения, да, там, у вендоров или у заказчиков, то, наверное, ответ был бы гораздо проще, да, там, подмигнули, сказали, там, договоримся, да, там, вот столько, да. На самом деле здесь четко совершенно ощущается конфликт. То есть пока получается, что ценник довольно большой, да, и там надо сокращать и количество людей, да, и где-то он прыгает, где-то он, наоборот, проседает. Но в целом мы, наверное, как мы, коллеги-производители ИБ-решений, да, в этой теме ориентированы на то, чтобы соков стало как можно больше сейчас, чтобы за счет объема можно было развивать те технологии, которые мы делаем. И как сейчас вот коллеги рассказывали, да, в принципе, это движение, вот, наверное, в этом году, за, там, прошедшие, там, полтора года, оно, в принципе, с мертвой точки активно сдвинулось. Наверное, к этому можно результату как-то прийти. Давай будем, может быть, закругляться. Я бы предложил на этом закруглиться, аплодировать тебе. Спасибо Алексею, спасибо всем. Да, всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ